приветствую приветствую я из украины вы откуда я с омска как зовут как как зовут вячеслав занят ну вот пытаюсь найти собеседника поговорить чем увлекаешь разговорами с россиянами на тему войны ну давай а сколько тебе лет 27 он нормально ну подходит тема поговорим ну да о чем тут уже разве тут только об этом говорят и друг друга посылает все не видишь я же без негатива нормально говорим правильно нет да я вижу сразу понял как относишься к торжению россии поддерживаешь осуждаешь осуждаю и не поддерживаешь нет конечно ничего себе особенно конечно понравилось а крым чей не подскажешь короче осуждаю почему почему нет ни одного аргумента которые могут привести ну то есть значимый аргумент который можно привести почему вошли войска на чужую землю на чужую территорию и уничтожают народ первое второе ну то есть майдан все остальное это не аргумент второе если хотели спасти народ так сказать коренной ну хорошо можно организовать область построить дома в этой области несколько деревень и перевести людей с областей луганска донецка на свою территорию пожалуйста вы не хотите жить там живите здесь что это спасение я считаю они то что происходит на самом деле на вторжение там убийство это не спасение аргументы там виде националь нацизм бдр они вот такие сики они там значит это не аргументы абсолютно что еще касаемо какой-то вопрос задал прокрыл прокрыл но если так говорить крым наш ваш их там исконно значит земли принадлежали русским или исконно земли принадлежали там украинцев а я что-то не спрашивал исконно неисконно я вот прав по факту как сейчас они происходят вообще не понимаю значение слова исконно это типа то что из коня выпадает или что-то такое не знаю вот и я не знаю исконно это как бы издревле ты понимаешь что когда говорят исконно то люди выбирают удобный для себя какой-то термин поэтому ну и злона это издревле то есть с какого года из еще раз из какого года с какого года да 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 но что такое издревле исконно ну пусть там как минимум там 500 лет назад и далее ну примерно 500 лет назад это османская перья была до да да я говорю ну вот исконно я тебе не говорю я же не говорю ты ты у меня спросил ты вопрос задал какой кому принадлежит чей крым крым если говорить о древности то можно вообще сказать что давайте мы вернем османские земли которые там простирались от азии до там не знаю испании до куда они там шли ну об этом глупо говорить это не аргумент чтобы вторгаться в государстве возвращать земли это же глупость мы в современном обществе живем и я считаю если бы так скажем крым незаконно перешел во владение украины изначально да как они там аргументируют ну тогда что же вы ждали столько лет а сейчас подхватились его возвращать и вернули мол эффективно да там подделал голоса и так далее так далее где в данный момент же русский код поделились там не то что он пополам а 70 процентов против того что он перешел во владение рф а 30 там грубо говоря опять же ты можешь просто ответить на вопрос вот я тебя спрашивают дети сейчас скажи вот крым сейчас на твой взгляд это территория какой стран украинского все видишь здорово без вот этих лишних слов потому что не пойму зачем ты их вещаешь в целом у тебя базовая позиция ко мне есть какие-то вопросы нет когда у меня есть последний вопрос такой уже из разряда твоего мнения не фактологии скажи пожалуйста по итогам войны должны ли россияне или россия как тебе удобно платить репарации украине репарации компенсации как угодно называть по итогу войны да она должна россия должна возместить ущерб причиненный чужому государству должна все услышал здорово одну таких как ты скажу честно очень мало в твоем окружении какое количество людей плюс-минус процентов с такой же позиции как у тебя коллеги родители там родственники люди всех кого я знаю процентов 20 20 с такой же позиция остальные 80 что они против без аргументов ой мы все же все что-то что-то объяснить никто тебя не слушай все все понятно вот все разговоры то есть они против но не дискутируют на эту тему а ты против но дискутируешь да даже так а почему тебе не страшно у вас же там это не сильно разрешено это чем не бояться я же за правду я могу смотреть за правду неправду это не интересует ты действуешь в нарушении вашего законодательства да ну вот поэтому я спрашиваю нет нет не все равно я ну я среди своих во первых ну даже если что-то возникнет я думаю что я смогу ответить то чтобы а вот у вас выборы что думаешь по поводу выборов в марте вообще ничего не думаю даже слышать не хочу не пойдешь конечно нет не за не против вообще никак клоуна да не выборы само собой все куплены и проданы и проиграно уже у них там а что делать ладно есть идея вот что делать терпеть нет нужно я считаю так если с вашей стороны то привлекать государства которым не все равно не все значит то есть там может быть евросоюз и так далее в общем биться в двери и значит приводить доводы доказательства информационным способом пытаться убедить общественность мировую значит решить данную проблему что вот в таком плачевном состоянии не оставляйте значит так помогайте я думаю что если ну как там он палестине что-то происходит весь мир там во всех точках земного шара везде о давайте двое оставьте детей ну то есть подобным образом до информационную войну начать давить на жалость народов надо так не работает но в начале еще плюс-минус было жалко теперь все больше и больше похуй поэтому такое что еще сделать не а вот вам что делать от россиянам которые против происходящего что вы планируете просто терпеть нет я не планирую терпеть но действовать я не в силах а почему смотри вот у вас там где башкортостан или как она называется республика там чуваки вышли на митинг они там льдом закидывают омоновцев есть такое ну но я опять же повторюсь земля большая территория огромная и множество регионов либо нам нужно просто собираться в одном регионе либо единомышленника в каждом регионе искать опять же опять же борьба и и подавляют очень быстро подавляет быстро потому что люди сидят типа тебя хоть из базовой позиции но говорят о том что что сделать но он 15 тысяч людей вышла во вселе в котором 70 тысяч населения типа вышли действуют пока что это все продолжается не останавливается приезжай помогать но я условно говорю да согласен можно но я если говорить честно как есть я не в я наверное не поеду туда почему мне не все равно мне безумно жаль народ который страдает и женщин и так далее мужчин всех то есть я категорично категорически против насилия но у меня опять же есть свой устой жизни своя семья родные близкие дети и так далее а ты по национальности русские или нет нет я ингуш а так ваш там ну ты же на историю знаешь своего народа конечно ну так оппированы изначально не оккупированы я не про это что там геноцид был признан ну да сорок четвертом девяносто втором два геноцида у нас ну так может стоит что-то все-таки делать я так скажу вот тебе пример рядом наш с нами республика и пастуху власти чистый горный пастух который ты про дыркина ну да любой от дыркина ваш да 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 слово ты скажешь там против тебя тебя вместе с семьей выпины вот так как бороться что ты предлагаешь они понимаешь я ничего не предлагаю я интересуюсь потому что ты находишься в той среде и тебе виднее свои идеи я плюс минусы сложил привел пример ну я понимаю что тебя не могут не устраивать это же такое просто мне правда очень если была бы возможность знаешь мы как-то прям все знали вот прямой ход решения вопроса и было бы масса единомышленников которые примеру ваши могут организовать знаешь какие-то некие чаты которые не отслеживаются есть же ребята айтишники правильно знаю парочку айтишников до организовать некий чат но чтобы в них вступить нужно вести диалог допустим с тобой или вот с такими людьми которые могут сначала изучить собеседника он подставной или нет потому что сейчас очень много таких вопрос тебе есть можно сказать твоя позиция на последовательное то есть ты из 14 года по сегодняшний день вот придерживаться этого или у тебя позиция менялась позиция не менялась вообще изначально сколько я живу я всегда рассуждал справедливо я всегда знал кто есть кто еще до этой войны еще при дудаеве там в те годы там когда даже маленькие молодые были мы все знали что он дал он сам даже говорил как будет что будет и украину упоминал ну мы это знаем а что делать и так живут многие годами живут десятилетиями десятилетиями а как ты считаешь россия должна распасться ну вот эти вот национальные республики должны стать независимыми конечно было бы прекрасно но к сожалению все это мировая как я считаю мировая игра между государствами они ну показуха показывает что вот мы им помогаем тебе говорят вот мы там это на самом деле они все между собой делятся между собой там обсуждают кому что достанется в той или иной войне еще а вот эти государства наши небольшие ну ваши они как разменная монета на самом деле я с тобой здесь не согласен потому что все-таки есть в европе очень много еще меньше государств которые живут процветают и так далее то есть размер тут явно не имеет значения тут имеет значение политика то есть что декларирует что делает куда стремится вот это важно мир в определенный момент понял что выгодно торговать а не воевать но не весь сожалению торговать а не воевать но не весь есть вот такой такая страна который упадка своего айца этим работаешь можешь сказать да я менеджер горно-рудной компании менеджер в какой ну то есть что ты менеджерируешь горно-рудной компании заключаем контракты на поставку с руды делаем закупы понял и что у тебя по зарплате ну примерно тысяча долларов полторы две пять десять нет это 700 долларов а около 700 баксов и как хватает целом до хватает не жалуемся но у тебя свое жилье да однушка свое жилье понял а в плане санкций что можешь сказать влияют не влияют конечно влияет вот мое мнение прогноз по россии допустим она станет примерно похожей на иран то есть государство которое не глобализовано сейчас мы живем в век глобализации примеру допустим для сборки там того же самолета двигатель нужно привести там с одной из стран европы часть запчастей там с китая еще откуда то есть невозможно будет организовать полностью все производство внутри одной страны это невозможно мы живем в мире глобальном и со временем это даст о себе знать цены будут расти ну бедные люди конечно могут могут не ощутить за счет только может быть цена продукты под поднятия цены не буду ощущать а так как у них не было автомашин так и не будет понял а скажи пожалуйста если говорить в целом про ну ваш там на рот он чувствует мнение меняется или ну то есть плюс минус можешь оценить кто думает у того меня это кто не думает того нет не меняется кто прислуживал служит того не меняется у старшего поколения не меняется то есть кто за нынешнюю власть за российскую власть это старшее поколение в основном и просто те которые скуда умные люди я понял типа патриоты вот мы мы кто мы чё мы русский народ я русский по национальности ой русский там тысячу лет назад не было вообще такой национальности сборная нация ну там мари марицы там такие то такие то есть ну да это славянская национальность но она сборная нет единой такой национальности русский название как американец он итальянец по происхождению он американец француз он американец я понял ладно спасибо за разговор побегу дальше тебе хорошего вечера всего доброго я надеюсь что вы тоже будете свободны спасибо давай тебе близким родным спасибо успехов алло алло я из украины вы откуда из россии русский ну да понял о чем общаешься на любую тему алло поддерживаешь вторжение россии на территорию не дало бы дальше нет опять нет а не верю тебе докажи как тебе должен доказать эту но не знаю например чей крым скажет чей крым говорю скажи украинский пиздец откуда ты какой город я с глубины россии из глубины это что такое вот там где мука заканчивается очень давно а то есть замкадом это уже глубина и правильно конечно понимаешь что замкаде это уже другая у меня знакомые хотела говорить типа поеду работать на россию я говорю куда он горит санкт-петербург я говорю так это не россия он такой тоже да это не россия да в этом плане совершенно верно это этом примкаде а я живу замкаде а скажи пожалуйста вот но в твоем окружении сколько людей с такой же позиция как у тебя плюс минус процентов 90 90 процентов против войны до охотно верю понимаешь я смотрел документальный фильм наш российский но не этих они первого канала там значит у детки спрашивают а вот эта ситуация вас коснулась он говорит нет меня а она еще дальше мы его ну где же еще дальше и спрашивают а вас коснулась это говорит нет меня не коснулась да у меня забрали брата двух дядьев нас на на войну я думаю ебаный ты думаю и тебя это не коснулось ну и все что я хотел понял ко мне есть какие-то вопрос у них и некоторые люди не нет ну каким вдруг ладно у меня тогда последний вопрос и побежал как ты считаешь должна ли россия по окончанию платить какие-то репарации компенсации как германии конечно да кто-то сказал перед ними вопроса больше нет я я тоби поясню что мы живем украина монамики ну кто-то живет на в нормальном мире а кто-то кто за всю эту и поставь живет совершенно параллельно мире те которые смотрят вот эти первые и вторые каналы те отравляется просто давайте не будешь участвовать я просто одной вещь скажу тогда у меня еще вопрос есть но я послушаю а потом вопроса да а хорошо мои родители смотрят бесконечно это телевидение я с ним практически не общаюсь с ним невозможно общаться они отравлены пропагандой отравлены вот ты даже даже не можешь представить но у меня и так с родителями не очень хорошие отношения были а когда я звоню им и там вот это алет телевизор прихожу да ну когда я к ним прихожу и говорю выключить телевизор ой а вдруг мы что-то пропустим игру что пропустите ну теперь давай что по поводу выборов думаешь в марте конечно естественно его выберу а ты пойдешь сам нет ты знаешь и твой к вопрос какой хороший я двояки на первый раз когда но он сказал что пойдет на миллионный срок я для себя подумал что я не пойду потому что и так все известно но подумал в две недели я подумал я пойду ну естественно все равно будет связи ты же понимаешь как у нас а вот у вас там есть новый чел вот этот как в этом надо фамилия нет я забудь забудь это все поставные люди а почему ты так считаешь потому что детс захотел еще на шесть лет прийти все здесь даже обсуждение ну услышал твою позицию понял приятно мы тоже в значении как бы там не говорили люди которые я скажу вот эту фразу на фронте ну это блять ужас все которые за фронтом я тебе говорю 90 процентов людей кроме глубоких пенсионеров на которых работает вот этот человек все понимают что ну ты же понимаешь что у нас жизни скатилась но очень сильно ну плюс-минус за не плюс-минус просто скатились мы уже подходим 90 а кем работает инженером а я инженер а чем ты занимаешься теплотехникой а теплотехника я в машиностроении еще вас по зарплатам в долларах плюс-минус в долларах как он не обещал наш великолепный я получаю 500 500 баксов до работая инженером теплотехником и подожди я инженер не первые категории я ведущий нечего не а он обещал нам еще 2010 что моего разряд люди учат 200 я не помню он вас с кем-то сравнил на ps какой-то страной по португалию говорил что должно было было дело ну там но мы сейчас говорим о реальных вещах я получил 500 понял альтернатива есть какая ну там пойти не на 500 там она 1500 или там как бы все равно она делала сумма к шимот и да 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 твоя вторая фраза правильная а это только высшее руководство это уже через постель попадают они так или иначе но там другие цены да я понял но это немножко другая это так же как у вас но никак в европе когда я один раз я приехал европейцам гости и сказал а сколько у вас получают ну вот директора предприятий в два раза больше чем обычно работают что в украине что в россии такого плана люди получают в 10 раз больше чем а то и в 20 там еще такой нюанс есть что директора которые у нас они очень часто знаешь там но вот пять раз и у ебали уже домой там или еще что-то люди работают они могут задерживаться оставаться то есть пока результата нету вот задача пока не выполнена они будут на работе поэтому там тоже вот это надо понимать что то что в два раза это одно а то что у них и работы больше еще раз еще раз говорю в европе ни один руководитель не получают чем дай больше чем два раза ну да да как так я знаю что у меня руководители самой верхней получали вот и небо и земля а сколько у тебя с наш уже ну или опыт как там называют вас у меня опыт только по ну на самом деле у меня был ну что ты понимал где-то в середине стажа у меня был такой пробел сам факт много лет много опыта инженера я работаю 25 лет работать чтобы получать 500 батчей были времена где получал хоть и 500 но понимаешь рубль был повыше на понятно особенно да ну да естественно ну ты же понимаешь чем я говорю ну как 500 всегда было но 500 раньше до 14 и 500 сейчас это небо и земля ну да я понял что-то а чтоб ты понял как это действительно выглядит вот у меня даже девки на работе вот у нас сломался холодильник мы же не можем теперь купить холодильник зарплаты типа скинуться ты имеется на виду или что нет нет смотри вот работает женщина с такой же зарплаты как я 500 и ломаться у нее холодильник а у нас сейчас появились китайские холодильник которые нам нужно два года а марок лучше и samsung они как бы ушли из россии тоже понимаешь но они остались но цена на них в два в три раза дороже чем они есть но также с машинами это понятно да но с машинами я вообще не буду говорить с машинами я далек потому что я не водителем это неинтересно я знаю а вот то что тетка сломался холодильник не может купить это факт прикольно покрашивала ростала путине да ты знаешь если будем так мягко валить в 2008 году когда рухнул рынок ипотечный нет мальчики да у нас вот я работал в одной конторе очень большой мы вообще не почувствовали чем ты беднеть тем меньше ты это чувствуешь не в этом плане там все хорошо было я все хорошо было а вот когда случится 14 год и потом 20 дай бог 2 и все у у нас все закончилось и сейчас даже не смотрю но даже смеешь все хорошо терпим хорошо терпишь ну ты понимаешь а вот я пожил хорошо и я вижу что уже не хорошо ну а пенсионеры как не жили хорошо так и они живут хорошо а затем начинать там не жили хорошо не будем и начинать молодец и я на работе говорю не жили хорошо и не хуй в ее улицу все верно так это работа я-то пожил хорошо именно в 2008-2009 году когда курс поменьше было ты понимаешь я не знаю как это они сделали но когда все вокруг рухнуло в основном году у меня были самые жирные губы поставьте плюс кто сейчас вот так вот смотрит это видео вы все а потом все закончится хорошо так а что делать дальше ладно терпеть честно и я тебе скажу что половина больше половины наших соглашен ждут только смерть как путин говорил они сдохнут а мы в рай правильно но нет к сожалению мы ждем как в 53 году случилось а что было в 53 году сталин умер не буду дураком не так как это повлияло на жизнь людей я не могу понять сначала отпустили всех зыков которые убивали людей а потом отпустили все шестом и пятьдесят восемь году выпустили всех поездок учетных крым передали украине это совершенно другой а нет мы об этом с тобой не разговариваем ты задал вопрос и тебя ответил был советский союз вот если вот вот так был советский союз были республики я хрущев был выходцем из украинской республики и решил подарить крым но подарил ладно 91 год подписали в те же территориях и ладно но черно это черноморский флот размещался как украинский там что осталось и российский и ладно а потом что случилось 14 году тут захотел его забрать ты же понимаешь что ты дикость когда подписаны все меморандумы и тут человек говорит а там кого-то притесняют ну это столько повод предлог и к чему это предлог привел потому что ты стал жить беднее нет нет подожди мировое сообщество закрыла на это глаза потом 22 году сделал понимаем о чем мы говорим а теперь посмотри что в мире делается все поняли что он не работает израиль напал на газу когда я просто за события немножко следил и там 7 октября хамас напали на израиль там хронология сначала сначала потом израиль решил все отбомбить ну все верно такая а что он сделал вот ты говоришь что верно что сделал занимается уничтожением тоже да то же самое что он закрыл глаза на то что в 22 году сделал наш президент и закрывает глаза на тоже что сейчас происходит вот это вообще дикость туканна как двадцать первом веке могут быть конфликты с уничтожением мирного населения я вот этого понять до сих пор не могу как пока граждане твоей страны не поймут что приходить на территорию соседней страны бывает там людей ненормально это будет продолжаться а это понимают наверно 80 процентов точно но ничего же не меняется у нас запрещены митинги у нас все закрыто а башкирии что сейчас происходит а что происходит вышли один раз и все сначала 10 человек ответили в ментовку сегодня 20 человек им всем сделают это в этом плане да я чтобы согласен тысячу людей 120 ментов могут снести в митинге не веришь вытянки не работают у нас понял дальше почему почему потому что у нас не сформировалась гражданское общество да молодец все понимаешь где вообще понятливый и я до сих пор плачу я не уехал из россии но внутри у меня прям вот это слеза и я ничего не могу сделать с этим как бы вот какие-то люди и может быть ты можешь сказать и выходи на митинге нет у нас не работает я заметил получу 7 10 лет они же дают не просто 7 10 лет колонии строгого режима скажи пожалуйста последний вопрос сексуальный ты меня возбуждаешь иди сюда и пойдешь писать да давай скажи пожалуйста хамас должен быть уничтожен во-первых я не знаю что это не знаешь ну тогда вопроса больше нет спасибо за твой диалог а мы не знаем что такое если бы мы знали что это такое но мы не знаем что но я про другой но израиль у меня очень много друзей живут в израиле и они сразу сказали мы конечно не хотим эту газу но так получилось в октябре что они заберут они оставят там вот этот маленький кусок возле речки море я речку а они отоберут всю территорию и он молчит еще раз не говорю это новый передел сообщества и и вообще я не могу сказать что все под посылки к настоящей трети мировой войне я услышал тебя надеюсь этого не будет береги себя спасибо за твою позицию такие люди и они нужны поэтому хорошего вечера целуюсь очень приятный человек взаимно хорошего вечера пока 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 до чем максимально базовый